Пам! Внезапно главный герой мастурбирует. Насилие и наркотических веществ. Это нормально. Не пойдет. Всем привет! Я Макс Безлуны, вы находитесь на моем канале и сегодня я вам расскажу про книги, которые были запрещены. Это поэма одного из самых, наверное, известных американских поэтов 20 века Алана Гинсберга. Вопль, в принципе, является классикой питнического творчества наряду, например, с романом Керуака в дороге или же с голым завтраком Беролза. Вопль в свое время, можно сказать, породил целый новый жанр американской поэзии, наполнив ее такими новыми ценностями, которые были связаны, ну, естественно, с либерализмом, сексуальной свободой и то, что, в принципе, впоследствии и стало таким неким краеугольным камнем контркультуры США. Поэма расстелена на три части. В первой Гинсберг обращается к страданиям людей. Он называет их лучшие умы поколения. Сам же Аллан говорил, что эти люди преимущественно те, кто находятся прямо на самом-самом дне социальной ступеньки. То есть на самом дне общества. Это именно те люди, которые причисляли себя к поколению бит. Те, кто отрицали всю эту устоявшуюся систему, в которой они жили и которая была, в принципе, причиной их страданий. Вторая же часть поэмы уже сконцентрирована вокруг некого Молоха. Я сейчас объясню, в чем тут дело. Еще до начала работы над поэмой в 1954 году Гинсберг принимает довольно-таки большую дозу пьетля. И тут меня, наверное, спросят, что такое вообще пьетля, а? Не беспокойтесь, ребята, я тут для того, чтобы вам все объяснить. Пьетля это кактус, который содержит мескалин. Он вызывает сильные галлюцинации. В принципе, кактус пьетля использовали различные шаманы для того, чтобы вызвать у себя видение. И в один прекрасный день Гинсберг принимает кактус пьетля. Все хорошо, все круто, ему очень нравится трип. Но тут, бам, внезапно ему приходит видение в виде чудовища под именем Молох. Молох это семитское божество, поклонение которому отличалось с жертвоприношением. И вот именно Молохом Гинсберг и называет американское общество, делая прямую аллюзию на него. По мнению поэта, в обществе доминируют деньги и насилие. Сам же Гинсберг пишет. Молох, чья кровь финансовые потоки. Молох, чьи пальцы как десять воинств. Третья же часть сфокусирована уже на фигуре некого Соломона. Это был друг Алана Гинсберга, который тогда находился на лечении в психиатрической больнице. Ну вот так вот бывает, немного поехала кукуха. Ну и тем самым поэт воспевает мужество и стойкость своего дорогого друга. Вопль же написан Гинсбергом под влиянием идеи о том, что первая мысль это самая лучшая мысль. Данная методика вообще навеяна идеями о спонтанной и импровизационной прозе самого Джека Керуака. Который считал, что процесс письма не должен быть полностью осознаваемым действием, а должен быть всего лишь исключительно таким потоком впечатлений от происходящего вокруг. Ну вот представьте, что допустим вы взяли в руки фотоаппарат и фотографируете. Вот можно привести такую аналогию. Само собой в какой-то момент, а точнее в 1957 году поэма подверглась запрету. В книжный магазин в City Lights в Сан-Франциско зашли два человека и попросили вопль Алана Гинсберга. Продавец магазина их в тот момент вспомнил. Такой типо, блин, эти же ребята покупали поэму совсем недавно. Но тут не было ничего удивительного, потому что поэма была у всех тогда на слуху. Все про нее все знали. Ну по крайней мере те люди, которые интересовали современной поэзией. Дело в том, что данную поэму можно было купить только в Сан-Франциско и только именно в этом магазине City Lights. Так как вопль издавал владелец магазина. И дальше случилось неожиданное. Эти двое, которые купили недавно поэму, вернулись обратно в магазин, но уже с подарком, так сказать, в виде ордера на арест продавца за распространение непристойной и развратной литературы. Большую часть первого тиража, что не успели попрятать, тут же конфисковала полиция Сан-Франциско. Они оперировали это тем фактом, что, ну, вы же не хотите, чтобы она попалась на глаза вашим детям. Ну это же какой ужас, если бы дети увидели поэму Кинсберга, это был бы просто конец света. Ну а дальше все, в принципе, по стандартной схеме. Арестовали издателя, ну, то есть продавца магазина и хозяина по совместительству. И взяли все копии, ну, а дальше был суд, который все-таки в итоге постановил, что ничего совершенно запрещенного в данной поэме нет. Тираж, естественно, вернули, извинили, сказали, ну, ребят, сорян, ну, бывает, ну, ну, что, ну, бывает, вы что. Никогда так не делали или что. В общем-то, скандал пошел на пользу Кинсбергу, потому что в какой-то момент даже пришлось печатать дополнительный тираж. Настолько хорошо поэма начала потом продаваться. Сам же Кинсберг отзывался об этом, что это было очень хорошей пиар-компанией для его поэмы. Генри Миллер. Тропик Рака. Это один из моих самых любимых романов. Вообще, Генри Миллер, как по мне, просто невероятный сюрреалист от мира литературы, который обладал просто бесконечным каким-то потоком сознания. Сам же роман был написан в 1934 году и изначально издавался в одном из парижских издательств. Первый тираж был действительно маленьким. Он насчитывал там что-то около 1000 экземпляров и продавалась эта книга для тех годов за довольно-таки большую сумму. Стоила она около 50 франков. Вообще, книгу продавали тайно, написав небольшую аннотацию к ней. Она звучала по типу «Эту книгу в витринах не выставлять». Потом все же прошло какое-то время и несколько экземпляров тропика Рака попали в Англию и США, где тут же были запрещены. Если вы посмотрите на оригинальную обложку, которая висит у меня тут, я выведу еще на экран ее, естественно, то в самом низу вы увидите такую вот надпись. И это чистая правда. Миллеру, конечно, повезло, что во Франции «непристойные» в кавычках. Книги можно было издавать, печатать, если они написаны на английском языке, а не на французском. Тропик Рака был запрещен в США с 1930 года до 1960. Он был конфискован таможней США за откровенный сексуальный контент. Ну и, естественно, за вульгарность и тому подобное. Остальная работа Миллера в лице уже продолжения данного романа была также запрещена в США. Если говорить, допустим, о Южной Африке, представьте себе, даже в Южной Африке до конца 80-х годов роман был запрещен. Сейчас же Миллер, без сомнения, считается одним из самых великих американских писателей. И не зря. Тропик Рака – это такая некая смесь автобиографического романа с примесями вымышленных эпизодов. Миллер описывает события 1928 года и, ну и там позднее, когда он сам жил во Франции. Это жизнь молодого бедствующего писателя, у которого даже, ну банально, нет денег на пропитание. Также в романе присутствует мат, куда же, в принципе, без него. И знаете что? Он чудесно вписывается в контекст данной книги. Грязь, здравый цинизм, сексуальные похождения автора описаны в подробностях. Все это и есть тропик Рака. Я советую вам ознакомиться с этим творением, равнодушным он вас точно 100% не оставит. Особенно, если вы фанат серьезной литературы, необычного слога и вообще ищете в самой литературе, ну, хоть какую-нибудь ценность, то вы точно ее тут найдете. Голый завтрак. Или же обед на гешом. Или же ногой обед. Ну, выбирайте любое название, какое вам удобно. Это роман еще одного обидника Уильяма Бероза. Голый завтрак включен в список 100 величайших англоязычных романов. Но, естественно, само собой, так было не всегда. Во многих европейских странах и, в частности, в Соединенных Штатах Америки книга находилась под запретом. И почему же книга была запрещена, спросите вы? Ну, запрет распространялся по причине обильного использования мата. Классика. Я не знаю, кстати, почему так всем не нравится мат. Я лично к мату отношусь очень положительно. Особенно в литературе, мне кажется, это разрывает некий шаблон. Естественно, в книге еще присутствуют различные сцены, что, конечно, многим не понравилось. Кстати, в судебном процессе в качестве защиты выступал сам Гинсберг. Ему эта тема была очень близка. Данное судебное разбирательство вообще стало последним таким разбирательством, которое касалось цензурного запрета на публикацию книги. Берроус писал данные произведения по методу нарезок, о котором я расскажу, скорее всего, в другом уже специальном видео на эту тему. Можно, в принципе, сказать, что «Голый завтрак» является антироманом. Это некий микс из 23 частей, собранных воедино, в произвольном порядке и смешанным с целой кучей различных персонажей, которых объединяет одна общая тема. Это наркотическая тяга и бегство от агентов, которые контролируют их тело и разум. Если попытаться определить книгу как-нибудь жанрово, это будет сделать довольно-таки сложно, потому что в некой степени она является антиутопией, в некоторой автобиографии, в некоторой неким миксом жесткого реализма с примесью абсурдизма. Если очень кратко говорить о сюжете, это история описания приключений агента Ли, который странствует по Соединенным Штатам Америки в поисках очередной дозы наркотиков. Позже появляется так называемое «черное мясо», которое является отсылкой на героин, которому так сильно был пристрастен Бироуз. Кстати, также я вам советую посмотреть экранизацию 91-го года Дэвида Кроненберга. Очень достойный фильм, как раз в таком в духе Бироуза. «Лолита» – любимый роман всех почитателей маленьких девочек, написанный Владимиром Набоковым. Я думаю, многие наслышаны о этой книге, существуют и экранизации, она, в принципе, и везде продается, так что если вы не слышали о этой книге, это очень странно. Если говорить о сюжете, то повествование идет от героя по имени Гумпер, что является его псевдонимом. И вот этот вот товарищ испытывает влечение к совсем юным девочкам особой внешности и склада. Называет он их немфетками и приписывает такую внутреннюю демоничность, которая притягивает его, и он просто ничего с этим не может поделать. Объясняет же он это детской травмой. Вот как, кстати, изначально отзывались о самой книге. Это отъявленная и неприкрытая порнография. Ее главный герой – извращенец, имеющий склонность развращать, как он их называет, немфеток. Это, как он объясняет, девочки в возрасте от 11 до 14 лет. Вся эта книга посвящена откровенному, бесстыдному и вопиющему, омерзительному описанию его похождений и побед. Книжка вышла во Франции. Всякий, кто осмелился бы напечатать или продать ее в нашей стране, несомненно, отправился бы за решетку. На самом деле, Лолита интересна с точки зрения не того, что главный герой любит немфеток, да? Она интересна именно с точки зрения выстроенной речи, так сказать, некой игре слов. Во Франции книга была официально запрещена, как и в Южной Африке, Новой Зеландии, Англии и Аргентине. В США же отнеслись к роману довольно-таки спокойно, хоть и критиковали его за откровенность и педофилию. Времена, конечно же, поменялись и Лолита сейчас считается культурным наследием, который изучают даже в некоторых школах. Улис Джеймс Джойса. Это очень сложное произведение, осилить его это поистине целый труд. Действительно, это правда. Является классикой модернизма, который вмещает в себя все различные там исторические аллюзии, философские, культурные и литературные. Роман наполнен всем, чем угодно. Самое интересное, что сюжет описывает всего лишь один день дублинского обывателя. Ах да, и кстати, 800 страниц это объем данной книги. Признаться честно, до конца я ее не осилил. На тот момент, на самом деле, было достаточно много литературы, которой я хотел охватить, и просто банально у меня не осталось никаких сил. Но, несомненно, я еще когда-нибудь вернусь к этому произведению. Улис имеет явные аналогии с поэмой Гомера Одиссея. Так, например, в нем присутствуют довольно-таки аналогичные персонажи. И каждый эпизод Улиса имеет свою тему и технику, которая связывает его между персонажами из самого романа и с персонажами из Одиссеи Гомера. Роман критиковали за излишнюю порнографичность. Как по мне, это, кстати, идет только в плюс данному произведению и вообще любому произведению. Ну и, естественно, за натуралистичность. Тут, кстати, можно припомнить довольно-таки интересный факт. Судебное преследование в США было начато сразу после публикации в одном из выпусков под названием Little Review отрывка книги, в котором описывается, как главный герой мастурбирует. В принципе... Ну, а что тут такого? Кто не мастурбирует? Мне кажется, ну, типа, все мастурбируют. Это нормально что-то такого. Ну да ладно. Также самого Джойса критиковали и обвиняли в неуважении к английской монархии. В принципе, это было самым главным катализатором. Даже еще больше, чем порнография. Так это и работает. С порнографией можно, в принципе, смириться, но вот с критикой власти не пойдет. На протяжении 20-х годов Министерство почт США сжигало все экземпляры романов. Прямо как в какой-нибудь антиутопии. Но вот уже 6 декабря 1933 года в деле Соединенные Штаты против книги, именуемой Уиллис, федеральный окружной судья постановил, что книга не является непристойной. И поэтому она не может быть порнографической. Тогда же США стали первой англоязычной страной, где книга стала находиться в свободном доступе и ее можно было приобрести. В Ирландии Уиллис вообще не был, например, запрещен, но несмотря на это роман все же не издавался. Я надеюсь, вам понравилась данная подборка книг. Я пытался ее создать довольно-таки нетипичной, включить сюда разные книги. Естественно, я уже не стал там рассказывать про какой-нибудь Майнкамф. Мне кажется, и так все знают, что эта книга была и сейчас также в некоторых странах запрещена. Только на самый конец хотел еще добавить несколько слов. 1984 и Скоттный двор были запрещены в Советском Союзе. Также о дивный новый мир Олдоса Хакслиса на 1932 по 1937 год был запрещен в Австралии из-за пессимистического настроя. Подробно я про эти книги не буду рассказывать, потому что у меня есть большой ролик «Разбор этих книг». Найдете ссылочку в описании, посмотрите обязательно. И еще. Помните такую замечательную книгу под названием «50 оттенков серого»? Ой, боже, прости, Господи, за то, что упоминаю то, что мертво и про то, что нельзя говорить вообще. Так вот, данная книга, точнее вся трилогия, вроде, да, насколько я помню, ну, не важно. Данная книга была и сейчас запрещена в Малайзии из-за садистских настроений и порнографии. И мне кажется, это единственная книга, которая заслужила запрета. Всем спасибо еще раз за просмотр. Ставьте обязательно лайки, пишите комментарии. Это мотивирует меня к созданию новых роликов. Всем спасибо за просмотр. Пока и удачи!